Девушки отдыхают Анна. Не байда, а байда. Не байда, а байда. Анна, насколько я знаю, дизайнер, правильно? Верно. И дизайнер ты у нас что? Фичу утки. Утки? Юмор. Дмитрий у нас геймдизайнер. Пузыри, брызги, утки, топи, крякай, крякин, освободите крякина. Часть твоей работы? Название придумать. Сейчас ни одно из тех, которые ты перечислил, не в работе, так скажем. Сейчас у нас название «Разборки в джакузи». Я немножко дам контекста нашим зрителям. Сегодня мы поговорим о фиче, которая уже была в нашей игре. В 2016 году, если мне не изменяет память, называлась эта штука «Битва в джакузи». Как раз именно на этом режиме мы обкатывали механику торпедных атак. А сейчас у нас утки. Ты принимаешь ванну, у тебя есть уточки, подаренные тебе друзьями, и ты начинаешь битву. Вот, то же самое будет у нас в игре. Роскошно. Как возникла сама идея? Долго ли ее обкатывали? Ну, насчет длительности, получается, мы это с сентября прошлого года. Утки мы решили, потому что, ну, первоапрельский ивент, утки, джакузи, это все весело, забавно, они резиновые. В общих чертах стало понятно, ивент намечается очень интересный. Но появился закономерный вопрос. Меня интересует именно, как внешний вид утки коррелируется с кораблями, которые сейчас есть в игре. То есть, они же должны из чего-то стрелять. У утки нет внешних дырок, из которых может что-то вылетать, кроме клюва. Это слухи. Кроме клюва. Визуально как будто, ну, плюется водой. Кстати, смешной был момент. На ранних этапах прототипирования у нее голова как бы на 360 выворачивалась. Мы решили, что это смотрится крипово. Еще и геймплей, но там есть моменты мешали, и мы ее ограничивали. Также у всех уток есть новое вооружение, мы его тестируем. Я про мины. Ага, мины. Да. То есть утка будет, так сказать, откладывать мины. Мины располагаются на воде, и при приближении они срабатывают. То есть, вы как бы физически ее касаетесь. Должно быть прям соприкосновение с ними. Да, соприкасаетесь, и она взрывается. Наносит очень много урона. Лучше избегать мины. Также у них есть время жизни, так называемое. То есть, чтобы, опять же, геймплейно вся карта не была засорена этими минами, и можно было вообще, в принципе, играть. Долго тоже настраивали, какое время ей выдать. То есть, ну, вот есть у мины время жизни. Все вооружение и снаряжение, оно закастомлено. И оно такое игрушечное, веселенькое. Будет ли из утки выезжать какое-то орудие? Не будет ничего выезжать. Будет вылетать. Будет вылетать вот так. И прямо в цель. У нас там еще будут торпеды. И мы вот думали, надо же как-то тоже интересненько сделать. И придумали, что сделаем... Знаешь, что эти вот целевые бомбочки? Бомбочки для ванн. Верно. И вот у нас торпеды. Это бомбочки для ванн. Их утка пускает. И можно как раз будет посмотреть, какие они у нас красивенькие. Выглядят здорово. Каждый раз вот прям с удовольствием сажусь поиграть. Хочется очень поиграть. Слушай, ну это здорово, потому что тебе самому нравится то, что ты делаешь. Я уверен, что игрокам тоже зайдет. Я вообще обожаю наши кастомные ивенты. Это и Дикий бой, и то, что на Хэллоуин происходит. Потому что ты привыкаешь к стандартным механикам, а тут бах тебя из колеи выбрасывает. Конечно же, как называют это наши игроки, это эльфизм. Но почему бы и нет? Надо отдохнуть и повеселиться. Сколько уток? Я зарабатываю. Нет. Сколько уток в игре будет? Будет шесть уток. И шесть командиров. Да, это утка-корабль и утка-командир. Это, по сути, одна сущность. У нас будут анимированные командиры. Прямо сто процентов будет. Да, анимации будут. У командиров это специальная тоже обкатка механики, собственно, новой. Утки в джакузи — это, конечно, весело. Но игра у нас про корабли. Или уже про уток. Я не знаю. Красота. Вот так вот ты думаешь. Ой, тари, тари, тата. Ой, моя ты красота. То есть, получается, есть утки-крейсеры, есть утки-эсминцы, есть утки-ленкоры. По размеру как-то отличаются? Нет, размер у них у всех одинаковый. Модель одинаковая, за исключением того, что у эсминца нет стадели. Как отличить утку-эсминца от утки-крейсера? Ну, во-первых, там юайн-обвязка такая же будет, как и в обычной игре. То есть, у вас будут иконки. Это вот все эти маленькие значки треугольничков, там, ломбликов, которые обозначают класс корабля. Как стрелять по утке? Как нам геймдизайнер посоветует действовать? У линкора непробиваемая грудь абсолютно, никем. Борт пробиваемый, там стадели залетают отлично. Корма у всех уток специально настроена так, что она слабая. Бронебойные снаряды есть только у линкора. У крейсера и его эсминца у них, ну, так скажем, фугасные снаряды. Но там не совсем снаряды, там водяные такие капельки. Юмор. Утки. Юмор. Вак-вак-вак-вак. Карта джакузи. Какие изменения она претерпела? Ребята доработали воду, теперь она прозрачная, она лазурная, и ты можешь увидеть дно джакузи. Кстати, на дно стоит посмотреть. Завезли анимации, то есть обкатывают технологии анимации, там будут анимированные персонажи. У нас будет кот, он будет таким толстым, и вальяжно гулять по комнате. У нас будет кэп, который как раз устроил вечеринку в джакузи, и такой смотрит довольно, типа, нормально, я погулял. Еще у нас будет рыба. Рыба. В джакузи. В джакузи. Персонажей обсудили, нововведения на карте обсудили, классы уток обсудили. А как насчет резиновости? Что там с физикой? Да, с физикой у нас кардинальные изменения. Резиновые уточки что делают? Они отскакивают. Пружинят. Да, да. Поэтому мы решили, что мы отключаем вообще урон, во-первых, от тарана, и добавляем вот эту резиновость, как мы ее называем, да, рабочее название резиновость. Это прекрасно. То есть если я врезаюсь на своей утке, в утку соперника, нас обоих отбрасывают? Нас обоих отбрасывают, да. Далеко? Ну, это все регулируемо, ну, примерно там на три корпуса, условно. Толкать соперников на мины, расставленные заранее, условно, или там не заранее. С этим можно много экспериментировать, и мы думаем, что это понравится нашим игрокам. Тебе самому-то понравилось? Мне очень понравилось. Абсолютно понятно, что наши первоапрельские утки зайдут игрокам. Ведь их ждут классные игровые механики, новые фичи и полное веселье джакузи. А самое главное, ивент буквально заряжен энтузиазмом и любовью команды, которая над ним трудилась. Это, наверное, мой самый любимый проект, который вообще у меня был, потому что я в него вовлечена полностью. У меня такая, знаешь, утка головного мозга, и я сбилась со счета, когда это началось. Я себе даже купил вот... Я вот смотрю и завидую, да, у тебя работаю с утками. Вот утя с кастрюлечкой такой. Сегодня я как лицо разработки представляю ребят, нашу команду, которая это готовила. Очень много людей занимались этим проектом. У всех огонь в глазах, когда они это делают. Если ивент зайдет игрокам, то он вернется на следующий 1 апреля, и тогда там уже будут более интересные расходники, что-то. Мы добавим новое, возможно, как раз утку-авианосец мы туда и добавим. Круто. Утка-авианосец, утку-подводную лодку. Я напомню, у нас в гостях была Анна Байда. Она занимается дизайном интерфейсов, дизайном нашего старого нового ивента с утками. И огромное тебе спасибо, было круто. Надеюсь, ты к нам будешь чаще приходить. Спасибо. Я тоже на это и надеюсь, потому что мне очень понравилось, и я не хочу отсюда уходить. Давай, краба. Нет. Это были дневники разработчиков. У нас в гостях был Дмитрий Росляков. Дай пять. Я не уйду сегодня без пятюня.